Антон, у нас новый сезон Ты у нас первый гость в новом сезоне У нас есть отличная традиция Мы ее будем продолжать Дарить подарки в музей Капитал Шоу Нет, даже соседского вай-фая Традиция замечательная Давай рассказывай, что ты нам принес Какие подарки мы очень любим Зная об этой традиции, я действительно принес небольшой вам презент Это вот такая вот позитивная Свинюшка Свинюшка На магните, ее удобно куда-нибудь Прицеплять, например, к холодильнику Не знаю, есть ли у вас холодильник в музее Это не значит, что я хочу вам в новом сезоне Сразу подложить свинью А я уже подумал об этом, а вы уже задумались Нет, нет До свадьбы ни-ни Дело в том, что сейчас идет По китайскому гороскопу год свиньи Я родился в год свиньи Ну вот я тоже Меня все время видят Вот с такой вот лучезарной улыбкой Это как частичка меня Да, самая улыбающаяся депутата Частичка меня останется в вашем музее Отлично Отлично, отлично Спасибо Ну и сегодня я все-таки ассоциируюсь, наверное, как с копилкой Да, поэтому С благосостоянием 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 С чем? С сытостью? С салом? Новый сезон, новые условия И контракт от 10% зарплаты Александр Самофал Новый ведущий Поздравляю тебя Спасибо 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 Пошли писать Спасибо Пошли писать Кирилл, привет Как прошло ваше лето Футболисты на свободе И новые старые городские проекты О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самое интересное, на наш взгляд, событие Прошедшего лета и прошедших дней С вами в студии Александр Самофал И Петр Самофал И это программа «Соседский Wi-Fi» в новом сезоне Александр, я тебя поздравляю Спасибо С местом на этом диване Ты наш новый соведущий Друзья, Александр будет вести соседский Wi-Fi вместе со мной В этой студии Александр, тебе удалось съездить в отпуск, скажи мне честно Да, скажу честно Куда ты съездил? Как ты провел свое лето? Наверное, за 4 года мы съездили в отпуск И впервые с дочерью съездили Мы ездили, как я называю его Испанский поселок Джимите На самом деле у нас в стране Под Анапой Поселок Жена у меня не выездная, к сожалению Курорты Краснодарского края Наши все Я тоже, к сожалению, до сих пор не выездной Подрастет Мне же них тоже не запрещало выезжать Ну да Правильно Я свою супругу тоже так настраиваю Вот дочка подрастет Поедете и будете отдыхать вместе с дочкой Не надо Не надо вот этих всех ограничений законодательных И так далее Но вообще у нас за лето произошло достаточно много интересных событий Разного рода и хороших и в принципе не очень Из хороших, наверное, уже не совсем летом Но все лето работали Открыли дорогу на улице Симашко Как-то недавно приезжал Мне в принципе удобно стало И когда начинали эту стройку Я не думал, что можно было столько территорий расширить Чтобы получилось Ну вообще, да Проект гранди-розный И хорошо, что, конечно, подрядчик пошел Вот навстречу вообще городу И заранее Это, по сути, открыто Я знаю, что очень удачную стоянку Там сделали Очень такая Ну это вот в том числе, да Хороший проект Вот Но это еще, кстати говоря, не все Они еще один слой асфальта должны там положить Поэтому, я думаю, они еще перекроют разочек Второй слой асфальта, да Третий Потом еще подземный, да Проход падает Проезд старый район Слушай, метро Метро Нам надо метро в городе Надо запроектировать метро На авангард Метро, если только На завод Ну давай к российским новостям Вот совсем недавно Да Ты в теме Потому что Я, честно говоря, не следил за их судьбой Вроде как бы Ну, сидят себе и сидят Был, да Один сериал такой Российского футбола Да, выход Наконец-то, да Свершился Кокорин и Мамаев Вышли из Заточение И заключение И могли вернуться В свои клубы Условно досрочно Не под подпиской о невыезде А как бы Условно они освобождены Ну, по идее С них наказание еще не снято Ну, тем не менее Они дождались Этот момент Потому что Очень много было судов Которые они пытались выйти Еще когда Находили в Бутырке И вот эти, да Известные там Мемы, которые проводили Что они Чемпионат Чемпионат, да Ну, представитель Футбольного клуба Бутырка, да И вот, наконец-то С ними расторгли контракт И теперь Слушай, много было разговоров Насчет их будущего То есть тут вот даже Газета Спортэкспресс Пишет, что Тем не менее Александр Кокорин Продолжит играть За футбольный клуб Зенит Они подписали контракт И вроде как Даже рассчитывают Что он в этом году Хотел сыграть За Зенит Надеялся Надеялся сыграть Да, но Вот по последним данным Буквально сегодня Пришла новость Что Российский футбольный союз Отказал лицензии Регистрирует Как игрока Александра Кокорина Да И В чем причина? Я думаю Причина в том Обыкновенных Бюрократических бумагах Он принес на работу Справку о несудимости То есть Справку В которой в принципе Указано Банальная вещь Обычный документ Который ты подаешь При устройстве на работу Для подписания Какого-то там Контракта Обычного И все Но тем не менее Зенит ждет И предлагает ему зарплату Не щеброску Не 4 миллиона Не 4 миллиона Два с половиной Два с половиной Да-да-да Вот здесь напишу Что Будет получать Гораздо меньше Но уже в 20-м году Кстати Еще был такой момент После выхода Из заключения Как поводу Они вышли Они с друзьями Пришли В какой-то ресторан Но уже Трезвым Я надеюсь В трезвом виде Но они посидели На 73 тысячи рублей Надеюсь Там вся мебель Была прикручена К полу Там мебель Была прикручена Там К потолку Это дом Вергнон был А да 73 тысячи рублей И там не было Ни одного алкоголя Надеюсь Ребята исправились И конечно В будущем Это послужит Примером Не только им Но и всем остальным Я думаю Да Как пример Публичный человек Что ты известный футболист И представляешь Россию На крупных международных соревнованиях То конечно Надо себя вести сдержанно Спокойно Не лезть под драки Но тем не менее Все-таки Ребята в принципе Перспективные У нас футболистов У нас футболистов Не так много 140 миллионов Просто Самое интересное В российском футболе У нас То есть Если смотришь Там зарубежные чемпионаты Перспективные футболисты Это 18-19 лет То у нас 29 лет Еще может Каждый игрок Поиграет Перспективно То есть Он еще Не задумывается О пенсии Пока власти Изо всех сил Стараются Прикрыть телеграм Мы продолжаем Рассказывать вам О новостях Которые никогда Не покажут По федеральным каналам Роскомнадзор Объявил О начале работ По монтажу оборудования На сетях Интернет провайдеров Которые Должно обеспечить Изоляцию рунета В случае внешней угрозы Внешне ли? Ну ладно Поверим на слово Если вы вдруг забыли Соответствующий закон Был принят Весной текущего года И теперь Власти имеют Полное право контролировать Все точки передачи Данных за рубеж И маршрутизацию трафика Испытание оборудования Начнется в конце сентября Завершение работы Запланировано на ноябрь Потом же Протестируем его В боевом режиме Пригрозить заявил Глава РКН Александр Жаров Как сообщает канал Мэш В Лос-Анджелесе Недалеко от офиса Компании SpaceX На одном из билбордов Появилась странная реклама С надписью Как тебе такое Илон Маск И QR-кодом Как оказалось Это организаторы Форума малого бизнеса В Краснодарском крае Выбрали столь необычный способ Чтобы позвать предпринимателя Посетить мероприятие А QR-код Ведет на видео Приглашение под песню Крылатые качели Краснодарский креатив Не остался без внимания И Илон уже написал В Твиттере Все, что он думает По этому поводу Вопрос о приезде в Россию Остается открытым Как сообщает Канал 360 ТВ Миньюз Предложил официально Разрешить судебным приставам Выламывать двери квартир И домовладений Не просто так, конечно А с целью обеспечения Безопасности жизни И здоровья граждан Так что, если вдруг Вы самовольно решите Заняться перепланировкой квартиры Или незаконно Установите газовое оборудование И имейте в виду Притвориться, что никого нет дома Уже не выйдет Ну ладно, давай вернемся в Саров Интересная история Вот у нас тут два голосования фактически Одно уже закончилось А другое еще только началось, можно сказать Вот одно голосование Это то, что голосовали за мой бюджет Значит, правительство Нижегородской области Губернатор объявил такую историю Что вот, ребята, у меня есть 25 миллионов Например, на Саров В соответствии с вашей численностью 95 тысяч Ну так, сдача осталась, да? Да, да Вот вы решите, что вам надо Я вам эти деньги, мол, из областного бюджета В городскую переведу А вы определите Итак, 4 проекта Значит, это новые автобусы Праздничное освещение Оформление улиц Детские площадки в садах И новые аттракционы в парк Что такое 25 миллионов, например И покупка автобусов Это 5 автобусов Ну, аттракционы, понятно, были Там какие-то проекты аттракционов представлены Иллюминации у нас есть целый огромный проект Разработанный департаментом архитектуры По поводу праздничного оформления Я думаю, в любом случае он будет реализовываться Уже только за муниципальный счет И вот в итоге победил проект Связанный с детскими площадками в садах Насколько мне известно У них там в внутренних чатах садиков Значит, рассылка такая Значит, срочно переходите по ссылке И голосуйте обязательно за площадки в детские сады И там порядка 10 тысяч голосов набралось Я точно итоги не знаю Но победили в итоге детские площадки И я думаю, конечно, здесь не обошлось без вот такого вот Но это же хорошо, что детские площадки Слушай, я часто скажу, я тоже за них проголосовал Но не из-за того, что вот какая-то там рассылка была И так далее Я как только увидел этот проект Я понял, что да, это важно, нужно Потому что, ну, они у нас действительно Там некоторые сады, особенно в старом районе Ну, не в самом лучшем состоянии Даже если хоть что-то там новое появится Это будет большое дело, большое благо А теперь второе голосование Буквально недавно запустили Это то, что касается уже комфортной городской среды Как у нас сообщает сайт Саров-24 Здесь уже более основательные такие истории И деньги, соответственно, видимо, больше Здесь, значит, и детский парк на Сосино Сквер на Негино-Морозово Набережная сайт моста-строители Дома Слихинского, Левый берег Также площадка перед городским домом ЗАГС, Дома молодежи В общем, очень-очень много разных городских проектов С твоей точки зрения, что сейчас из того, что представлены предложения Найбольше заслуживает внимания? Ну, давай просто разговаривать Первое, это какое? Это значит, что у нас мы имеем Парк на Сосино Парк на Сосино Ну, знаю парк, да, очень-то, как его, по-моему, раньше называли Детский парк Детский парк, да И он сейчас действительно в таком, наверное, плохом, да Каком-то плачевном, можно сказать Ну, скажем так Там, конечно, может быть, убираются Банально это стало каким-то лесопарком То есть это просто дорожки и просто лес Молодежь подраста еще не знает, что, в принципе, там парк существует Все знают парк, который на Зерново находится И скверы какие-то ближайшие Но вот именно там, что находится парк, многие не знают Получается, вообще, в принципе, в старом районе отсутствует такая вещь, как парк для детей, чтобы куда-то прийти погулять Как вариант, хорошее предложение Да Второе у нас идет, это Набережная, например Набережная вдоль парка Вдоль парка, который уже Зерново парка Это где, в основном, у нас проходит, я так понимаю, военная реконструкция Ну, смотри, сейчас вот то, что 100 миллионов уже делают, да, парк, который проект стартовал как раз летом Этот же проект, 100 миллионов, который город выиграл в прошлом году Они уже реализуют часть набережной, да, там будут какие-то площадки, кафе, что-то там где-то даже какая-то набережная Вполне возможно, что даже какая-то шашлычная появится Шпарка природа, да Но вот то, что будет дальше, до моста Захарова, там этот, вот предлагают как бы благоустроить в дальнейшем То есть, как бы такую прогулочную зону, в принципе, длинную сделать, тоже идея имеет место быть В принципе, здравый смысл Дальше, площадка перед городским ЗАГС Во, излюбленная площадка, да, где недавно была подкова, да? Которую убрали, очень много было к ней вопросов Убрали или унесли кто-то Да, или снесли и унесли У нас, как история, орудовали раньше банды, но не банды, которые, ну, ребята с соседних дворов, которые держали определенное время регистрации Которые ходили, ну, что, давайте с 10 до 11 бракосочетаний мы мелочи собираем А, вот так, вот в чем весь профит-то А приезжали еще некоторые очень неплохие, так сказать, финансовые Да, обеспеченные молодожены Которые могли не только по рублю, но и по 5 рублей подкинуть То есть, в принципе, мелочи хватало до следующей недели Да, хватало Бывало, конечно же, такие добрые дядьки, которые еще до свадьбы там накатывают, да, которые, ну, если там в час у них, да, регистрация, которую до этого, ну, все-таки надо же вызвать И они говорят, мальчик, зачем ты ползаешь на коленах? И просто соточку тебе Главное, это мать, чтобы друзья этого не видели То есть, ты просто забирал эту сотню и уходил просто куда-то, говорил, мне куда-то там надо, домой, я не знаю, там воды попить, еще чего-то Ты просто не появлялся день, что же не было видно Слушай, это такой, это самый стартап такой своеобразный Да, да, и многие так поднялись, сейчас многие бизнесные То есть, стартовый капитал для бизнеса, короче, собирать мелочи окружающих Кто-то сразу там на сейпочке, да, трассе, потому что там рядом еще А так, можно сказать, монополис Слушай, надо было брать план бракосочетаний, значит, у руководителя ЗАГСа Обсуждать, значит, хорошие позиции, да, там и дальше, имея уже исходящую информацию Идти обсуждать с пацанами на районе, кто какую свадьбу окучивает Да, там, то есть, ну, и бабушки приходили, и все, как бы, некоторые бабушки отходили, как бы, ну, они просто, ну, палочками показывали, например, что ты, что ты не видишь, они же видят все, да, и они тебе показывают Более внимательные бабушки, они всегда были внимательные, везде всегда помогали нам Также жители могут предложить любой вариант другой, общественной территории В принципе, это можно инициативу какую-то проявить Да, конечно, инициативу Если есть какое-то желание, друзья, пожалуйста, проходите, предлагайте свое общественное пространство Ну, здесь действительно так, наверное, будет именно, что если инициатива пойдет от граждан То, что они видят, что нужно улучшить, потому что если ждать подачи там откуда-то, давайте вот эту территорию И выбирайте ли вы это, либо это, все равно много будет негодующих, которые скажут Ну, я думаю, тут у нас, у нас все-таки впереди планеты всей будет парк Сосин Да, ну, слушай, у нас еще есть опрос, мы провели опрос, давай его посмотрим Что люди на улице сказали по поводу, какие проекты общественных территорий их интересуют Что более для них важно в плане данного голосования Как вы считаете, какой из этих объектов наиболее нуждается в благоустройстве Которые действительно, вот, каким нужно заняться объектом? Ну, на мой взгляд, детский парк на улице Сосина Там садик находится, куда мой ребенок в классе ходит И это, как бы, мне ближе всего Чаще всего мы мимо проходим и видим, насколько там, конечно, все запущено И темно, и детским парком это только номинально называется Да, Сосина Чтобы для детей, в старом районе хотя бы, а то иногда бывает далеко добираться до Зернова Лыжная база А почему? Ну, не знаю, объект такой нужный для спорта и для детей И вообще, там, хорошо на лыжах кататься и отдыхать То есть, поэтому Город маленький, все объекты достойные Кого-то выделить не могу Вот, на мой взгляд, никакой Все в городе хорошо Преобразовывать нечего Самое лучшее, по-моему, естественность Вот как в природе Чтобы натурально все было Детский парк, потому что в детском парке давно надо навести порядок Центр города Детишки бегают И тут же собаки Набережная Реки Садь Ну, мы раньше вот по молодости ходили загорать, купаться туда Потом все заросло Сейчас желательно бы сделаю, чтобы Лично я часто гуляю в районе Буровое Поэтому меня это интересует Все остальное меня как бы не касается Поэтому А что там происходит? Почему все-таки стоит благоустроить именно эту территорию? Ну, вы знаете, вот обидно, когда идешь на прогулку И куча пластиковых бутылок Тем более, что они туда заезжают на машинах Хотя, собственно, нельзя, неужели нельзя было запретить въезд И вот это, ну, бескультурщина Она как-то раздражает Ну, выжная база так интересная более Друзья, к нам в студию присоединился Антон Ульянов Антон, заместитель председателя Городской думы Так, секундочку, минуточку, да? Антон, привет Добрый вечер Что ты к нам в новый сезон? Ты у нас был первым гостем в том сезоне И мы продолжаем славную традицию Спасибо, что согласен, что пришел Антон, в первую очередь мы предлагаем к соседскому Wi-Fi все-таки подключиться Ну, конечно, чтобы быть в курсе всех Раздаем Wi-Fi Раздаем свой Wi-Fi А какой пароль у вас? Пишите пароль Пишите 100 100 L Так И Д Ров 100 лидеров 100 лидеров Антон, какой-то странный у вас пароль Да, слушай, расскажи нам Просто мы внимательно следим за твоим инстаграмом Или социальными сетями твоими Ты участвуешь в таком интересном проекте 100 городских лидеров Расскажи, что это за проект Вообще С чем он связан На что он направлен Может быть Чем-то это для нашего города Чем мы можем помочь Ну, кстати, можете помочь И это действительно правда Проект Организовало агентство стратегических инициатив Запустило его И поскольку у агентства есть соглашение с государственной корпорацией Росатом Довольно много атомных городов Приняло в нем участие И Надо сказать, что Мы довольно Плотно поработали В рамках этого проекта Мы туда заявились Со своей историей Умный Саров И В рамках 100 городских лидеров Разрабатывали один из модулей А именно модуль Волонтерский Привлечение волонтеров К решению городских проблем То есть ты хочешь сказать Что это программа Которая Умный Саров называется Да Умасаров.рф Друзья Можете найти ее в интернете Зайти Это вот та вот история Которая выросла из проблем Условно говоря На карте Уже перерастает в некий Другой смысл По сути городской Да Ну Надо сказать Что платформа-то выросла Из просто проблем На карте Да Но появилось множество слоев Сейчас говорят Что их уже 35 Но разработчики сами не уверены Потому что Так не уверены Около 35 Около 35 Ну может быть Пока мы здесь с вами разговаривали Появилось что-то еще Вот Но Мы сейчас говорим о том Что Не просто заявлять проблемы Как у нас принято Жаловаться Да И это об этом все говорят Но и участвовать В решении этих проблем Мы Скажем так Ну В начале этого пути То есть Вот Некоторое время назад В августе месяце Мы представили Эту историю Молодежным активистам Руководителям Молодежных общественных Объединений Активистам Молодежь Молодежь довольно живо Откликнулась на эту историю И сказали Когда же Когда же вы запустите В приложении Этот модуль Мы готовы Поработать То есть В принципе Есть еще и Общественная поддержка Всего этого движения Все новые Современные Особенно связанные Вот с этими гаджетами То есть То что в телефоне На планшете Можно на компьютере Это я думаю Вот привлекает Сейчас молодежь И вот правильно По идее Хороший проект Нужно выстрелить Некоторое время Только привлекать Но в любой момент Ты можешь сделать То есть Если там бумаги Какие-то Где-то что-то написать Это нужно Сесть там За стол Прийти куда-то На свое рабочее место Там За парк В институте Там что-то происходит Нужно что-то это сделать А когда телефон Постоянно в руках Сейчас такое поколение Когда мы не выпускаем его Вообще В принципе Все время в онлайне Мы да Сидели онлайн Там я не знаю Посмотрели там Новости какие-то Там без разницы Там городские Не городские И заодно Можно что-нибудь там Ну а как вы думаете Почему В голосовании Победили Спортплощадки В детских садах Потому что Целевая аудитория Которая Этого проекта Будет пользоваться Этими площадками Она и проголосовала Ведь для того Чтобы проголосовать Нужно было иметь Просто смартфон Там приходил СМС-код Таким образом Проходила авторизация Больше 10 тысяч Проголосовавших И 60 процентов Выбрали детских 60 процентов Это подавляющее большинство Видите Какое у нас 6 тысяч мам и пап И их детей Я думаю Сидели и набирали СМС-код Которых точно Это минимум 6 тысяч разных симок Да Потому что там подтверждение Вот оно Очень мощное Городское сообщество Посмотрите Что они смогли сделать Ну а про волонтеров Я так понимаю Суть в том Что я сижу В приложении Может быть на карте Здесь мусор Я нажимаю Прихожу туда Говорю Я вот все убрал Вот вам фотография Да Примерно Будет все так То есть Есть пока еще Альфа-версия программы Она не запущена В общий доступ Она тестируется На сегодняшний день То есть Сначала мы Конечно Не будем привлекать Волонтеров Прямо к решению задач Мы попросим Их лишь Визуально Отфиксировать Уже решенную проблему Сегодня сотрудники ДГХ Департамента городского хозяйства Фиксируют это самостоятельно Ну Мы Сами знаете Живем в мире Вот Картинок Визуальных образов И когда нам просто говорят Проблема решена Ну Типа не верю Да Станиславского включаешь Не верю Да А как она решена Хорошо ли она решена Покажите Как она решена Так вот Вот эти волонтеры Как раз Которые Ночью Сотографируют Проходят мимо Каждый день Школьники Студенты Может быть Люди Идя с работы Увидели Как Там Выровняли асфальт Поправили забор Удалили Какое-нибудь Там Аварийное дерево Сфотографировали Описали Сказали Да Сделали неплохо Но Может быть Даже Какое-то замечание Еще дополнительное Оставят И это Во всяком случае Люди Останет Видели проблему Увидели решение Но и получили Обратную связь Слушай Будет ли место В этой программе Фотошоп Вот у меня такой вопрос Кстати Я тоже Были прецеденты Понимаешь ли Я тоже У нас в городе Были прецеденты Были такие Да Возможно Народное творчество Не остановить И Если А сейчас В каждом телефоне Есть Фотошоп В каждом Есть Программы Да По коррекции Фотографии Но Это будет Интересно Так Здесь Другой плюс Здесь Можно Хороших Графических Редакторов Которых Можно Потом Приглашать На какие Либо Должности Ответ Ответственные Мероприятия На особо Сложные Проблемы Я все сделал Все хорошо Другим проектом Много разных Проектов Условно говоря Десятую школу Не успели Подрядчик Подвел Проектант Подвел 44-й садик Вроде тоже Мы обсуждали Тут Вроде Хорошо Все сделали Вроде бы Работает Пока Двигается Да Проезжал Для меня Например Может быть Чуть-чуть Опоздали Но тем не менее Межшкольный Стадион Есть Я просто Хотел спросить Тебя Расскажи Нашим зрителям Кухню То есть Насколько Тяжело Было бы Это Это же Тот самый Проект Который По сути Надо Быть Лидером Чтобы Его Продвинуть Брать На себя Какую-то Ответственность Желание Его Продвигать И что Нас ждет Дальше В этом Вопросе Ну Эта История Длится Уже Около Года И Родилась Она Из тех Соображений Что Например Стадион Около Десятой Школы Пользуется Довольно Большой Популярностью Не только Школьников Которые Учатся В школе Но И Пока не Учатся Да Сейчас Десятой Школой Но История Надеюсь Завершится Хорошо Но И Жители Которые Живут Рядом С удовольствием Приходили На этот Стадион Занимались Побежки Совершал И Подтягивался На турничках Кто-то Вечером Приходил Но Так или иначе Этот стадион Всегда был Точкой Притяжения И Вот Мы Сейчас Говорим Про здоровый Образ Жизни Про То Что Надо Больше Заниматься С собой Но Ведь Тогда Нужно И Создавать Для этого Условия Стадион Конечно Был В состоянии В таком Не аварийном Но Несколько Удручающем Это Совершенно Несовременный Был Объект Укатанная В асфальт Площадка И Вот Этот проект Родился В недрах Городской Думы И Мы Его Родили Не как Строительство Реконструкция Одного Школьного Стадиона Шестнадцатой Школы А как Целая Серия Подобных Действий Следующий На очереди Стадион Школы Номер Семь Потом Школа Двенадцать И Может быть Тринадцать Если Проект Действительно Покажет Что Он Востребован Этот Проект Был Единодушно Поддержан Депутатским Корпусом Мы Смогли Убедить Администрацию В необходимости Реализации Этого Проекта И Администрация Включилась И Благодаря Слаженному Действию Подрядчиком Выступало Дорожно-эксплуатационное Предприятие Муниципальное Да Попросту Деп Благодаря Такому Напору И Пристальному Вниманию К этому Проекту Удалось Все Закончить В срок Но Открывали Вы его По чьей инициативе Я так понимаю По инициативе У директора На стадионе Был организован День здоровья Это был День здоровья Это был День здоровья Да Ну раз уж Пришли Люди Я пришел Туда с детьми Если честно Я не подозревал Что будет Такое Ну Торжественное Я думал Наверное Что будет Какая-то Кто-то скажет Ребята Давайте Заниматься Вот Значит Какие-то Активности По разным углам А потом оказалось Что там Все Ну Как положено Перерезание Ленточки Да Перерезание Ленточки И Даже Пришедших Депутатов В том числе И меня Попросили Сказать Несколько Теплых слов Так Александр Я уверен Ты заготовил Нашему гостю Какое-то С подрухом Такая легкая Как бы Вроде Первый выпуск Конечно Так Сложного Ничего не будет Десять вопросов Быстрый Просто ответ На них Не задумываясь И Попробуем Уменьшительно От слова Дума Думка Голландский Тренер Французский Дизайнер Что дальше Я не знаю Питерский Художник Любимые Песни Российских Футболистов Оле Оле Илья Мурмица Алеша Попович Добрин Никитич И Измей Горыныч Как Распишите Президента Рассказать Ему О его Планах Рассказать Он О них Не знает Наверное Это будет Смешно Владимир Вам Сегодня Надо Кювить Что А какая Страна Самая Смешная В мире Вообще В России Весело Живется Вот Люди Кто Уезжает Они Говорят Может быть Жить Проще Но Скучнее Может быть Не смешная Нельзя Сказать Что Смешная Но То Что У нас Весело И интересно Всегда Это Точно Люди У нас Такие Хорошие На чем Экономят Влюбленные На сне Наверное На свете Или На коле Чем Обходится Принц Если У него Нет Белого Коня Ну Можно Вот Как Сказ Я хотел Подсказ Форт Мондео Белого Нет Но Коня Можно Представить Конь Я думаю Что Это Не Ключевое Слово Когда Девушки Мечтают О Принце На Белом Коне Конь Здесь Не Ключевая Фигура Коня Можно Представить То есть Это Прийти На Свидание Знакомьтесь Это Мой Друг Ну Да Фантазию Включить Фантазию Конь Полит Пустой Стол Непонятно От Такого Можно Ну Тем Не Менее Да Почему Нет Если Во сне Летаешь Значит Растешь А Если Во сне Материшься Если Во сне Материшься Ну Пора В Откуск Или Уже Вырос Да Ну Может Быть Продолжи фразу Лучше Горькая Правда Чем Сладкая Ложь Все Замечательно Спасибо большое Молодец Антон Так Ну что Напоследок Селфи Давайте Первый выпуск Сезоне Все Улыбаемся Друзья На этом Мы прощаемся Встретимся Через неделю Будем также Обсуждать Прошедшие События С вами был Петр Смирнов Александр Самофал И Антон Ульянов Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин